На главной елке Мурманска зажгли новогодние огни. Многие жители гости города собрались на площади пять углов, чтобы традиционно вместе стать участниками этого праздника. Как все прошло, расскажет Кристина Харатова. До Нового года осталось ровно три недели. Значит, пришло время заняться поиском подарков и украшением квартир. Собственно, центр города уже зажег свои огни. На пяти углах собрались сотни людей, чтобы всем вместе дружно прибавить яркости к главной елке Мурманска. Площадь друзей собралась, и все ждут, когда огни на главной еле города зажгутся. Это событие давно считается большим праздником. И в этот раз на сцене выступали творческие танцевальные и театральные коллективы. Конечно, с приближающимся 2024 годом поздравил всех глава региона. Я всех поздравляю с наступающим, приближающимся Новым годом. Пусть этот год принесет много-много позитивных вещей, много-много добра. С нами здесь, на площади, в том числе семьи тех ребят, которые сегодня на передовой. И объединяясь, зажигая елку, передавая праздничные настроения, в том числе нашим героям, нашим защитникам Отечества. Я поздравляю вас с этим праздником, с наступающим Новым годом. Добра, благополучия и здоровья всем вам! Зажигать огни на новогодней елке пришлось силами всех гостей праздника. Конечно, не без помощи Деда Мороза и Снегурочки. Раз, два, три, Новый год, Харьков! С дающим Новым годом! Чтобы продлить предновогоднее настроение, гости отправились на другую сторону площадки, где развернулась традиционная ярмарка на севере тепло. Здесь можно согреться вкусным чаем и угощениями арктической кухни, купить новогодние подарки родным и близким. Организованы творческие мастер-классы и развлекательная программа для детей. Андрей Чибис вместе с мурманчанами посетил это яркое место. Очень красиво, очень красивая вот эта гирлянда с пандаринами, с конфетами, просто чудесная. Элемент советского детства. Вы так и поняли, прям такой вот. Ну то есть, дошло, да, нормально? Тебе понравилось тоже? Всем понравилось. Спасибо огромное. Приятно. Новогодняя ярмарка на улице Воровского будет работать до 8 января 2024 года.